Моя Родина Сибирь необъятна велика, как жених, так и богатырь, а как невеста, так ягодка. Итак, друзья, продолжаем. Сейчас будет первая серия аудиокниги, которая когда-то должна будет напечатана, если окажется, что в стране есть неравнодушные люди. А сейчас объясню, о чем пойдет речь. Итак, предисловие было уже мною озвучено. Вот, и если кто помнит его, началось оно с того, что гениальный наш предок Ломоносов Михаил написал книгу «Сбережение русского народа». Я, что помнил, рассказал. Надеюсь, пригодилось. Один грязный отклик был, что мне надо пить лекарство, раз я сбежал с сумасшедшего дома. Я нахожусь там. Но в остальном все нормально. Проверим сейчас меня. Вот, учитывая своеобразный опыт. Вот таким меня изобразила художница знакомая. Видимо, предчувствую, что когда-то будет и моя книга издана. Итак, аудиокнига Валерия Женцова. Называется чуть другое. Там было просто сбережение. А у меня будет сбережение народа славянского от физического уничтожения. Мы в изоляции дальше славянского народа. И никто не посмотрит, не прочтет и не издаст. Смотрим. Значит, дело в чем. Итак, мы слепые котята. Это я говорю Женцова. Наши пять органов чувств, они не распространяются на некую невидимую нам сферу. Когда это называлось эфир. Можете называть как угодно. Но дело в том, что мы действительно слепые котята. Три единая тема, которая может быть в один. А одну главу вылезет. А может быть, будет это первая глава, вторая, третья. Итак, где мы сталкиваемся с геопатогенными зонами? Где угодно. В любом месте на планете. Почему? Потому что если вот здесь вот можешь поставить кровать, лечь и уснуть. Вот. А буквально в нескольких метрах поставишь кровать, ляжешь. Несколько лет ты больной, несчастный человек. Вот это же относится и к деревьям. Вот. Еще и страшнее проблема, связанная с этим, с прогрессом техники. Мозги человека не устроены. Устроены так, что они не могут нормально функционировать при большой скорости на дорогах. Вот. Все это будем проходить подробно, детально. Итак, три проблемы. Первая самая безобидная. Вот. По моей статистике, если бы посадили 100 деревьев, 10 из них умрет, независимо от того, что мы бы не делали. Присходили вокруг, святой водой опрыскивали, или попроще бубни, бубном, плесали бубном. Заливали ядохимикатами, и такое есть. Закармливали, заливали водой, и патогенные зоны смертельные в отдельных местах. Вот. Значит, это первая проблема. Сегодня мы о ней простой. А смертельные болезни, попадание человека, вплоть до раковых болезней, и смертельные, опасные для мозгов человека, не всех, многих. На дорогах это миллионы аварий, если брать всю планету. Миллионы трупов, миллионы, миллиарды и триллиона ущерба. Миллионы инвалидов, миллионы детей-сирот, миллионы слез у этих самых, у кудохов. Поэтому, тема серьезная. Начинаем с самого простого, пожалуй, большого. Начинаем с леса и с сада. Значит, вы видите мою единственную ученицу, из-за обученного мира, вот, кандидат науки Ильин Александр Савинич. Вот она же, по совместительству моей ученицы, моя духовная дочь. Вот. Привел в лес, и дал в рамки и сказал, у тебя большое биополе, 3 метра, радиус 3 метра. Учись. Научи, вот, видите, перед ней мертвый кустик. Хоть я специально такие места подбирал. Теперь так. Возьмем лес. Вначале не сад, потом, а вначале лес. Да, надо проверить, идет эта запись. Вроде бы идет. Вот. Значит, вы ведете по прекрасному лесу. Корабельные сосны, их так и называют, замочи. Корабельные сосны. Вот. Корабельные деревья. Вот. Мачтовый лес. Дурбах. Полянка, делянка, а на ней ничего не растет. Вот. А тут же рядом на этой полянке, как видите, миллиарды, сыпется. Очень щедро природа посыпает землю. Именно семенами. Вот. Видели бы, как сосны пылят. Ой, это целая туча. А толку. Вот. В этой полянке ничего, допустим, не растет. Вот такую я и привел. Именно в самом совете. Вот. Это значит, что здесь что-то не то. Вот. Когда-то я набрался наглости на одной из моих постулатов, незнакомых до сих пор науке. Единственное, я ее повторил, продублировал выпускник Тимирайджа, Кирито Кургимов Николай Иванович. Вот. Больше никто пока. Вот. Не почва для дерева, а дерево для почвы. Вот. И тогда получается, что, к моему огромному сравнению, большая часть, она небольшая, ну, скажем, каждое десятое дерево никогда расти не будет в этом месте. Можно заранее определиться. Заранее. Вот. Научившись ладить рамками. Вот. И в какой-то степени помочь садам. Вот. Попутно, раз мы взяли тему пока выращивания именно этих самых, в гепатитарных зонах, что не растет или болеют деревья. Я прекрасно помню. Нет, я догадался. Откуда все-таки она, это, взялось вот это поверье. Человек видит, что у него болеет саженец или просто не растет. Вот. Взял, пересадил, другое место, оно снова не растет, третье место, начало расти. Вот. Или во втором же случае, или уже в третьем случае. Вот. Прошло время, и возникло поверье, что их специально надо пересаживать. То есть, посадил, на следующий год пересадил, на следующий год пересадил, теперь будет расти. А все начиналось с того, что люди интуитивно к этому подошли. Ну, хорошо, если оно действительно не растет. А если специально его пересаживают. Даже не понимая, будет ли оно что-то расти. А может, это нормальное место. Вот такие случаи привели к этим бесконечным заблуждениям. Так, теперь идем дальше. Значит. Эти самые потери, плюс вот эта вот дурацкая техника пересадок, когда деревья калечатся, получается, вольно-невольно. Вот, приводит к множеству. По стране это огромные потери. Вот. По стране. Добавим сюда бесконечную работу. Вот ты бы выписал, купил, выписал саренцы. Тебе подсунули, как правило, саренцы с южной. У нас принято на север выписать южную. Вот. Вранье бесконечное. В других фильмах показываю, еще покажу. Посадил, она начинает дохнуть. Даже никакой гепатогенной зоны нет. Нет. Будем пересаживать. Советы дают тузу. Будем калечить. Дерево неправильное. Мы сейчас его осветлим. Солнце будет освещать. Искалеченное дерево. И оно будет расти. Все это до кончи получается. Вот. Сейчас я вам покажу один снимок и пойдем дальше. Вот. Сейчас. Потом сюда. Вот он Сергей Желюнов, мой сын. Он же имеет диплом в агрономе. Вот. Он же тоже владеет рамками. И вот это уже повторная посадка. Опять мертвая. Теперь на этом месте я учу тех, кто желает. Учиться. Кто желает учиться. Тех я учу. Вот. И тогда, значит, я пишу. Еще раз кукарекаю. Наука сознательно отказалась от инструментов, расширяющих сознание, познания и спасающих. Это огромный недостаток науки. Создать-то отказалась. Вот. Для меня, сейчас объясню. Еще раз глядя, скажем, на Ирину Александровну. Для меня вы видите перед собой, живой. Сказать, что это? Сказать? Мне за что не догадать. Ирин Александров. Знаете или нет? Запомнил ли ты мою лекцию? Перед нами человек вольтметр. Живой. Он заряжен. У него есть биополе. Он излучает энергию. Вот. И получается следующее. Что такое в руках? Две. Эти самые. Г-образные рамочки. Да. А я ее называю. Стрелки вольтметра. Перед вами живой вольтметр. Она же ученая. Она же моя ученица. А в руках у нее стрелки вольтметра. Стрелки. И вот они-то при приближении к геопатогенной зоне реагируют. При приближении к человеку. Очень хорошо реагируют. Особенно если человек действительно здоровый, сильный человек. Имеет биополе метр два-три. Вот. Сейчас таких все меньше по всей стране. Это отдельная проблема. Идет уже не просто вымирание. Особенно мальчику, мужчину. С помощью памперсов, перегрева яичек. О чем не звука. По телевизору не звука. Не только я назвал свою книгу. Как я ее назвал? Значит, бережение народа. Да. Вот. Об этом серьезно говорят. Говорят, извините за выражение. Трахаться больше надо. Раз там. Меньше абортов заниматься. Много чего говорят. Но не говорят самого главного. Некому этим заниматься. Вот чем дело. Дело в том, что Игорь Игорь Игоревич страшный. Поколение за поколением. А чем это заканчивается? Нет, не заканчивается, а продолжается. Снижением биополя. И чем меньше биополя, тем болезненнее человек. Тем больше к нему цепляется хвори. Тем меньше он двигается. Тем меньше он тупеет. Потому что биополе, это, как сказать, все связано. Перегреве речек. Меньше гормонов в крови. Значит, меньше. Это самое. Хуже работает не только мышцы. Не только энергию человек теряет. Но и теряет и разум. Интеллект. Нет, не так интеллект. Это все взаимосвязано. Когда-то кто-то из сильных мер и сего должен сказать об этом по телевизору на всю страну. Чтобы люди боялись детей одевать в эти подгузники и эти паперсы. Чтобы они носили узкие плавки. Чтобы они не хвастались, когда обтягивающая одежда. Чтобы они во сне не... В кровати не... Снимали трусы на ночь. Даже по улицам, чтобы ходили бы с трусов. Если человек чистоплотный, ему не нужно исподние. Вот. Он может ходить в брюках, а там под ними между ног болтается. Болтается, а не придавлено к этому теплому организму. Температура яичек должна быть на 2-3 градуса ниже. Тогда только развиваются гормоны. Эх, что ты. Простые вещи говорю. Когда-то кричусь. И в результате все это завязано. Слабеет человек и начинает. Что? Мы плавно переходим от болезней деревьев к болезням человека. Смотрите. Предложение садовода Железова. Это первая глава идет. Серьезное предложение. Нужно создание капиталов садоводства. Оказывается, их нет. Как отдельной важнейшей дисциплины. В частности, отмена неэффективных учебно-производственных практик. Что я узнал от Елены Александровны Савини. Почему эта самая милая девушка, женщина, приехала ко мне на практику. Уговорила своего руководителя. Она еще тогда училась в Красноярском сельхозуниверситете. Не знаю, кто ей позволил, кто ей разрешил. Железова. Ну, фермера-то хорошо. Значит, фермера тоже что-то умеет. Официально. Какой я имел право поставить это самое. Ей практику. Расписаться, что она прошла у меня практику. И достойно это самое. Практикой я ее засчитываю. Да у нее права такого не было. Как это случилось? Это более ее настырность. Как она очаровала своих руководителей. Вот к чему я это говорю. Вы понимаете, что она одна такая на всю страну. Поэтому давайте смотреть так. Создание капитал садоводства как отдельной воде вседисциплины. И продолжаю. Отмена неэффективных учебно-производств и практик. Что мне Ирина Александровна сказала? Почему я, Валерий Константинович, это 10 лет назад было. И до сих пор мы с ней работаем на пару. Не работаем, нет. Наблюдаем. А работаем и наблюдаем. Это потому, что она сказала, если я сейчас упомянула Абаканский суд о гражданных проблемах, Минусинская опытная станция, Хрушинская, это самое, ГСМ, ГСУ, вот, ГСМ, 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 сейчас, Хрушинская, 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 Хрушинская. В субботе она есть научный сад, дальше не помню, как называется. Так вот, если бы она пошла туда, туда или туда, она заранее говорит, мне бы дали лопату и сказали, вот, от забора и до обеда. А потом после обеда, от обеда, то есть от второго забора до следующего, тяпкой работаем. Вот так, якобы. Поэтому, давайте так. Отмена неэффективных учебно-производственных практик. Альтернатива создания научно-учебных садов, лабораторий при каждом учебном заведении. Представляете, что этого нету. Выходят они, получая диплом. Елена Александровна получила красный диплом. Она же получила от меня практические знания, практически. Вот. А здесь что? Тысячи, тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч этих самых экологов, биологов, ботаников, этих самых, агрономов. Ни одному нельзя сказать, вот тебе 10 миллионов, вырастет сад. Ни одному. Ничего не вырастет. Помните мои, это самое, мои дискуссии с выпускницами? Выпускниками Тимирязева. Нет, Тимирязевки, эти дамы, которые накинулись на меня, не имея ни малейшего понятия, что, конечно, когда деревья в Сибири, в севере России, половине России, нельзя даже подходить с Экатором. Они даже этого не знали. Вот. Потому что их никто этому не учил. Теперь так. Это очень важный момент. В частности, выделение конкретных участков каждому студенту, посадку садов студентами с первого курса до последнего. Поступил, посадил. Где взял материалы? Вот. Я могу это всем сибирским выделить. Всем сибирским учебным заведениям я могу выделить семена, о которых они не снились и даже не знаю, что ли на свете существуют. Такие семена. Это, к примеру, значит, могут найти студенты, могут. Посадили к последнему курсу по этой дипломной работе всю компанию этих самых, кто их обучал профессоров, и прочих доцентов, кандидатов, приводит в сад, угощает яблоними, грушами, абрикосами. Ну, персики черешни вырастил, пятерка, яблони, ну, это каждый может, помните, как я вам говорил, это примерно так же, вот, который Шопена сыграл, этот самый, вместо встречи, извините, помните, наш артист, а ему этот самый бандит говорит, это любой может, ты в мурку сыграй. Вот так и тут. Вырастил яблони, вот, это самое, трояк, ничего не вырастил, двойка, вот, вырастил грушу, селиву, шикарно, естественно, четверка, персик вырастил, черешни, пятерка, вот, и красный диплом. Вот так должно быть. Массовое, одномоментное обучение основам нового садоводства, вот, средства массовой информации федеральной, с помощью, с помощью средств, с помощью СМИ, это с помощью всех изданий, какие только существуют, всех телевизионных каналов федерального уровня. Это одномомент, это значит, везде показывают мои лекции, больше никто этого не знает и не умеет, ну, кроме моих учеников. Ну, Елена Савинич может. Приглашайте ее, она моложе. Вот, на нее нет такого зуба, как на меня. Вот это должно быть. И тогда сразу миллионы перестанут калечить деревья. Заливать водой, это опасно, это смертельно. Деревья калечить, отрезать нежескелепные ветки, отрезать эти, осветлять, значит, перекапывать почву. Бесконечное опрыскание, которое нужно тем, кто продает, а не тем, кто покупает, они просто задурены. То есть, одномоментное обучение основам нового садоводства, средства массовой информации. Одномоментное. Это должно быть акция на уровне страны, чтобы один год переучить. Овладение навыками биолокации. Должно стать научной дисциплиной для всех студентов, всех или хотя бы сельхозводов. То есть, биолокации. Все. Сколько потерь будет? Миллиардная потерь не будет, наоборот, миллиардная прибыль будет. Не шучу. Вот. Почему это еще? Потому что можно, каждый, кто умеет, навыки по локации, он, кроме всего прочего, будет замерять людей, будет иметь навыки этих людей обучать этих же. Это начнет с папы, с мамы, с дочки, с сына, с премьерника, с тетки, с зятки, потом с соседей, потом все. Потом для многих это станет. Это настоящая профессия. Можно даже деньги зарабатывать. Вот. Будет сходить по квартирам, находить гиблые места, заставлять, переставлять мебель. Вот. Особенно кровати, рабочие столы и кресла. А потом еще не все. Верить человека, научиться владеть рамками, научиться владеть майником, находить места, уже делать первую, делать первую примерную диагностику, почему биополия нет, и ищем причину уже с помощью майника и так далее, и так далее. Все это, здесь я не могу все это вам рассказать, все это должно стать настолько привычным, вот как градусник же есть, противка на семье. Вот. Замерение этих самых давления есть, и это должно быть. Рамки лежат, пользуйтесь. Научиться пользоваться. Вот. Кто по умнее или подоторженнее, тот еще и майником научится, и так далее. И сейчас будем заканчивать первую главу. Причина, почему все это надо, особенно владеть навыками. Так называемые ГПЗ, гипотогенные зоны, в народе гиблилые места. Это, первое, массовая гибель плодовых деревьев, имеющих возможность самим выбирать место для жизнеразможения. Помните, природа не выбирает место, в ней не так природа выбирает место, где позволить им расти. Второе, массовая авария, гибель людей на дорогах. Третье, болезни, даже онкология при постоянном прерывании ГПЗ. Ну, а теперь так, обращайтесь ко мне. Если вы увидите фильмы, вы, наверное, наконец сможете открыть. А это мои фильмы, учебные по ГПЗ. Один, второй, третий, четвертый. Вот. Простите, я вам рассылаю, я никогда на этом не зарабатываю. Это очень важно. И научитесь рамки делать. Вот. И, наверное, я долго говорил, мы закончим эту первую главу. Вторая будет называться, скорее всего, уже по-другому. Практика. То есть я должен это самое, приводить примеры, 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 примеры. Вот. Поэтому будем считать, что глава номер раз готова. Глава номер два. Пока это я делаю, как бы сказать, пока я делаю прямую. Всё, я закрываю лавочку. На сегодня. Как-то сильно устаю, сильно много отдаю энергии, ради того, чтобы внушить вам, что я всё-таки не городской заморщачий. Как меня тут один товарищ пытался выставить. До свидания, друзья. Продолжение следует...